То, о чем ученые настойчиво предупреждали последние пять лет, случилось. Бескрайняя тундра больше не может кормить самое большое в мире стадо оленей. В истории ямальского оленеводства такое уже случалось. Чтобы избежать голодного мора в 80-х прошлого века, власти силой заставляли прореживать стадо. Сейчас подходы изменились. Проблему предлагают решать сообща и с максимальной выгодой для тундровиков. Представители департамента по делам коренных малочисленных народов Севера совместно с ассоциацией малопотомков уже первый выезд осуществили. Планируются и дальнейшие подобные выезды для встречи с населением, уточнения их мнения. На Ямале выпасаются 700 тысяч оленей. Половина принадлежит частнику. В борьбе за пастбище случаются родовые споры и конфликты, которые по-человечески понятны. Дорожная карта по рациональному использованию пастбищ поможет снять многие вопросы. В том числе поделить пастбище раздора между совхозными стадами и частными. Один из вариантов – разграничить территорию. Естественно, все понимают нынешнюю ситуацию с нехваткой оленей пастбищ, с перевыпасом оленей. Над тем, сколько животных может прокормить тундра, сегодня работают ученые. Но природа уже дала подсказку. По официальным данным, в 2014-м в Ямальской тундре из-за природных катаклизмов впало 80 тысяч оленей. Но страшная беда обернулась удачей. Последний падеж 2014-го года показал 80 тысяч. По официальным данным погибло у нас в Ямальском районе. Дал свои положительные всходы на будущий год, когда началась убойная кампания. Телята с 12-14 килограмм дали вес 25 килограмм. Мудрые к подсказкам прислушались. В Ямальской тундре один из оленеводов сократил стадо с 1600 до 300 голов. И от этого не стал беднее. Его стадо, как маленькое войско, мобильно, подвижно, а значит всегда сыто и здорово. Его легко вакцинировать, например, от овода. Личинки только одного насекомого успевают съесть более 4 килограммов мяса. В пересчете на стадо огромные потери. Большое стадо – это большой труд. День и ночь. Это большой труд. Никто этому не завидует. Да, никто этому не завидует. Когда за ними надо бегать и в дождь, и в снег, пересекать эти реки, и все, это адский труд. Это проклятый труд, наверное. У заботливых хозяев вес оленя доходит до 90 килограммов. В больших стадах они настолько истощены, что не могут дойти до убойного пункта. Есть случаи, когда вес оленя не превышает 25 килограммов. Тундровики, радеющие за будущее оленеводство, просят власти поднять цену на мясо первой категории, снизить на вторую и продлить сроки забойной кампании. Предусмотрена, значит, у нас в этом году убойная кампания, которая по сравнению с предыдущими годами будет длиться не один месяц, а до конца января, то есть на месяц дольше. Ну и здесь тундра ждет справедливости. Сегодня уважаемый оленевод может пригнать стады на убой вне графика, отодвинув владельцев небольших стад. В результате последние вынуждены вести стихийную торговлю, которой по решению властей больше не будет. Мы без того пристальное внимание уделяли обеспечение безопасности, ветеран-санитарной экспертизе. Сейчас меры эти будут еще более усилены. И вторая задача здесь – это пресечение уже торговли, пресечение транспортировки пищевой продукции, которая выработана, которая небезопасна. Новый региональный закон об оленеводстве впервые в истории оленевода-частника уравнял в правах сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами и гарантировал господдержку. Но помимо прав у оленевода появились обязанности. Одна из них – здоровое поголовье. Такая может быть долгосрочная программа развития оленеводства. Это очень важная отрасль и для оленеводов, но поверьте, эта отрасль важна для всех ямальцев. Новый закон власти писали вместе с оленеводами. Сейчас чиновники опять едут в тундру. Спасти оленя от мора без помощи каждого оленевода не получится. Тундра ждет. Ей нужен олень и справедливость. На кону – жизнь целого народа и бренд Ямала.